Добрый день, меня зовут Александр, компания Ecotec. Сегодня я хотел бы вам рассказать про основные моменты при построении системы капельного полива. Дело в том, что капельный полив стал очень популярной системой. Я решил вам рассказать основные правила по построению капельного полива и познакомить с основными элементами, из которых строится капельный полив. Итак, существует капельная лента. Немножко теория. Существует два основных элемента, которые используются для построения капельного рашения. Это капельная лента и капельная трубка. Основное различие это в толщине каждого элемента. То есть капельная лента у нее толщина бывает от 0,1 до 0,3 миллиметров и она измеряется в милах. Это английская единица измерения, то есть чуть позже я про нее расскажу. Капельная трубка это уже, как вы понимаете, по названию трубка. Толщина ее бывает от 0,6 до 1,5 миллиметра. В принципе, встречаются такие варианты. И срок эксплуатации у нее от 3 до 7 лет. Вот основное отличие. И те, те выполняют примерно одинаковую функцию, то есть подачи воды или водного раствора, обогащенные минералами непосредственно под корневую систему растений. Далее для построения системы капельного рашения нам нужны фитинги. Основной один из элементов, в который подключается капельная лента, это полиэтиленовая труба PE разного диаметра, начиная от 20, 25, 32, 40, 50. Основные элементы, которые используются для подключения, это стартер, старт коннектор, то есть он подключается непосредственно в трубе. Для подключения его сверлится отверстие диаметром 8 миллиметров, отверстие нагревается, вставляется фитинг и с помощью поджима фиксируется и герметизируется подсоединение. Вот это основной элемент, который подключает ленту. Но при этом он постоянно включенный. Если мы хотим, чтобы наша веточка включалась и выключалась индивидуально, ставится кран стартер. Вот, подключая этот фитинг, мы можем регулировать подачу раз и включить-выключить при необходимости. Вот, это два основных элемента, это называются фитинги с поджимом. За счет того, что есть такая поджимная гайка, вот мы можем подключиться напрямую. Кроме элементов с поджимом, существуют элементы подключения через резиночку. То есть сверлится отверстие 14 миллиметров, вставляется резиночка и потом вставляется либо краник, либо стартер. Вот, то так же самая резиночка вставляется и подключается. В принципе, это основные элементы и если нам надо заглушить, то используется такая заглушечка. Вот, это концевая заглушка. Очень удобно, когда есть колечко. С помощью колечка можно зафиксировать ленту непосредственно к грунту и натянуть. То есть, чтобы она не гуляла по полю. Процесс происходит следующим. Сверлится отверстие, вставляется фитинг, подключается лента с одной стороны и если независимо какой длины у нас участок, с другой стороны подключается заглушка. Вот, в принципе, простейший вариант подключения ленты. Стартер, старт краник и заглушка. С вами был Александр и компания Ecotec. Хороших вам урожая! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok